Один, два, три. Поехали. Цифровой бегунок, как символичное перерезание той самой красной ленты, запускает серную программу в Норильске Виталий Муравьёв, директор Надеждинского металлургического завода. Благодаря этому проекту воздух в городе должен стать чище. Основной процесс, который позволит это сделать – нейтрализация серной кислоты. В специальное отделение завода, которое так и называется, будет поступать известняковое молоко. Это смесь измельчённого известняка и воды. В реакторах молоко смешивается с серной кислотой и через какое-то время превращается в гипс – экологичный материал. В течение 40 минут будет произведён процесс нейтрализации. Здесь, обратите внимание, у нас работает насос системы гидротранспорта. Водоборот уже запущен и подготовлен к качке гипсовой пульпы. После проведения процесса нейтрализации будет открыта запорная арматура и по системе гидротранспорта гипсовая пульпа, безредный продукт будет поступать в гипсокранилище. Первый этап серной программы – модернизация Надеждинского металлургического завода, который работает с 1979 года. Цеха здесь возводились одновременно в круглосуточном режиме. В стройке задействовали тысячи людей. Сейчас процесс нейтрализации отлажен и непрерывен. Экологи уверены, результат работы невозможно будет не заметить. В рамках серного проекта большая часть этой серы, порядка 75% будет газочистным оборудованием улавливаться и перерабатываться по итогу, производя продукцию. Я считаю, что этот многомиллиардный проект норильского никеля по сбору серы, которую они выбрасывают в огромном количестве воздух, даст колоссальный эффект и для Норильска, и для Красноярского края, и для России в целом. Серная программа – крупнейший проект федеральной программы «Чистый воздух». Как рассказывает старший вице-президент компании, эта инициатива не имеет больше аналогов в мире по своим масштабам. Все знаем, что серный проект на Дежинском металлургическом заводе и серная программа в целом Норникеля входит в федеральный проект «Чистый воздух». И, конечно же, запуск только на Дежинском металлургическом заводе. Он позволит четверть улучшить показателей, которые заложены в федеральный проект «Чистый воздух» по всей стране. Поэтому, конечно же, это очень ключевое событие в масштабах всей страны. Утилизацию диоксида серы на флагмане серной программы на Дежинском заводе планируют осуществлять поэтапно с проведением комплексного опробования и выходом на полную мощность в течение следующего года. Это позволит сократить выбросы на 45% по сравнению с 2015 годом, а с запуском второго этапа на 90%. Татьяна Шункова, Полина Михальчук, Сергей Токарев, ТВК из Норильска.